Девчонки и мальчишки, всем привет! В сегодняшнем видео хочу вам показать свои пустые баночки. Меня очень удивляет, почему просмотров на подобного рода видео пустые баночки очень мало. Вроде бы наоборот, можно больше информации узнать, стоит ли этот продукт или брать, но просмотров очень мало. Ответьте на этот вопрос, почему вы смотрите меньше всего пустые баночки, то есть реже всего видео. И еще такой момент, вот у меня закончились два коктейля, самые мои любимые на сегодняшний день, это ванильный коктейль и клубничный коктейль. Ванильный мне нравится тем, что туда можно добавлять все что угодно. Какао у вас получится шоколадный, там гядогоды у вас получится клубничный, черничный, да какой угодно. Банан, банановый, то есть чай мачо с зеленым чаем со вкусом получится. Причем вы добавляете натуральные ингредиенты, не какие-то ароматизаторы, не какие-то усилители вкуса, а вот именно свое натуральное. И еще плюс, допустим, вы можете кофе туда добавить, какой-нибудь хороший качественный кофе, у вас получится капучино, какао, можно вообще все что угодно. Вот, допустим, посмотрим, если мы клубничный с вами, тут есть клубника сублимационной сушки, но, насколько я помню, есть еще, если не ошибаюсь, подсластитель сукролоза. Не вижу. Может быть, вы сейчас заскрините, увидите, есть ли здесь какой-то, не усилитель вкуса, как это называют, пищевая добавка, которая дает вкус, например, клубники. Вот, а, вот ароматизаторы, все, нашла. Ароматизаторы. Вот ароматизаторы, да. В ванильном вы не увидите ароматизаторы, там просто будет ванилин. Ну, тут написано ароматизатор, но он сам по себе ванилин, как бы, если они хорошие добавляют, сам по себе он является очень хорошим ароматизатором, но только натурального толка, скажем так. Ну, то есть, я вообще ванильной влюблена, я, конечно же, у нас появятся новые коктейли, перепробую их, но вот чаще всего я покупаю клубничный и ванильный, и вот в этот раз я тоже буду заказывать по акции. Сейчас, кстати, действует акция, если вы оформляете заказ на какой-то коктейль, либо грибной суп, вам томатный суп получается в подарок. И как бы два по цене одного выходит, как будто бы, если бы вы покупали коктейль за 665 рублей, это получается даже дешевле, чем если вы возьмете этот коктейль по акции Faberlic Like. Можете себе представить, то есть, вообще, очень крутейшая акция. Воспользуйтесь ею обязательно, заодно у вас будет возможность попробовать там грибной суп, либо коктейль какой-то, и плюсом еще идет томатный суп. Я грибной суп и томатный суп добавляю в омлет, и у меня получается либо омлет с томатами, да, либо грибной омлет, очень-очень вкусно. Всем рекомендую, многие выпечку добавляют в какие-то рецепты и так далее, то есть, по-всякому, извращаются как много, могут даже делают из него мороженое. Получается, очень должно получиться очень вкусное мороженое, не пробовала, кстати, можете попробовать натуральное так себе мороженое. Вообще, отличный вариант, там банан берется, это веганское мороженое, банан за основу берется замороженный, и вот коктейль смешивается. Надо посмотреть где-то на сайте какой-нибудь рецептик. Коктейли шикарные, у нас настолько сейчас недостаток качественной еды, я, конечно, не могу проверить содержимое, как кто-то мне в укор поставил, что вы рекламируете, мотивируете тем, что мы на полках наших магазинов сейчас в основном своей встречаем некачественные товары. В основном сейчас вся пищевая промышленность на 60, как бы не больше процентов, состоит из химической промышленности. Почему я когда начинаю снимать, у меня начинают наверху дети бегать, у меня начинает капитон тут сносить все подряд, я не знаю, что вообще творится, такие чудеса. Масс, это что такое? Ну, что ты делаешь? Так, и значит, получается, что я, естественно, не могу проверить так же, как продукты питания, эти коктейли, из чего они состоят, насколько качественные ингредиенты используются и так далее. Но, зная, скажем так, порядочность президента компании, вот, это мое субъективное тоже мнение, предполагаю, что он не будет что-то дешевое покупать, да, дешевое сырье и продавать за дорого. То есть, действительно, они подходят очень тщательно к разработке рецептуры любого продукта, будь то это там травяные чаи, сборы и так далее. Ну, реально крутые, мне нравятся, я заменяю им сладкое, так как я в последнее время вообще не ем сладкое, ну, редко могу чем-нибудь напасть, какая-нибудь нападет, но нет мне такого, что мне шоколада каждый день хочется, там, или сладкого каждый день. Вполне себе заменяет завтрак, либо ужин, либо какой-то перекус, я его беру с собой, когда куда-то еду. Люблю эти коктейли, и если их регулярно принимать, на регулярной основе, то очень хорошо улучшается кожа, вот он, прибежал. В смысле, не надо, вот ты мне мешаешь снимать. Вот, и ссылку я оставлю для регистрации, да, и самое главное, это не сказала, я их не делаю, как в том виде, в каком они здесь написаны, да, рецепт, там, добавьте 200-250 мл молока, либо воды, взбультыхайте в этом шейкере и пейте. Я делаю сложнее коктейль, я обожаю вкус, я не люблю есть, знаете, из ряда полезно, но невкусно. И я часто на своем втором канале, второй канал, ссылочку вы можете либо внизу найти, либо вот в конце этого видеоролика всплывут видео с моего второго канала, можете туда перейти и присоединиться, там, подписаться. Так вот, я делаю апгрейд и часто там показываю. Я обязательно добавляю какую-нибудь воду в какой-то пропорции с растительным молоком. Можно в качестве растительного молока заменить урбичи. Из урбичи тоже можно делать отличное молоко растительное. Взять урбич кешью, либо миндаля урбичи, из него сделать можно отлично точно такое же растительное молоко. Это получится намного быстрее, чем если вы будете там орехи замачивать, я тоже это пробовала делать. То есть воду, растительное молоко, обязательно половинку банана, этого коктейля и чуть-чуть подсаливаю. Напиток вот ничем не отличается, ничуть не хуже, чем молочные коктейли, которые продаются за дорого, по 80 рублей на улице лет. Очень классные, прям вот рекомендую. Так, и еще что-то у нас, плюс еще полезно, да, я тоже могу вообще о них, если честно, бесконечно говорить. Они заменяют 98 калорий в одной пропорции, то есть мало калорий, но они заменяют прием пищи полноценный. Там сбалансированный состав по белкам, жирам, углеводам, белки в легкоусвоемой форме, причем их три вида. Есть также энзимы, которые способствуют перевариванию этих белков. То есть очень хороший состав, белковый коктейль, причем еще и добавляются энзимы, чтобы они усваивались лучше. Короче, как-то так, да, давайте тогда уже с косметики, то много что рассказала. И ссылка вас ждет внизу, вы можете оформить скидку, и вам будет еще дешевле все на до 26%. Закончился у меня смузи для душа. Люблю эту линейку, очень вкусненькая, такие не очень яркие, хотя как не очень яркие. Гранатовый, он такой с кислинкой, ананасовый, он сладинка-кислинка, прям реально ананас. Но считается суперфуд для веганов, потому что здесь не используются, по-моему, консерванты без СЛС. Да, без СЛС и без чего-то еще там. Вот, типа хорошие составы. Мне нравятся неплохие гели для душа. Радую то, что здесь вот нет вредных таких каких-то компонентов. Мне нравятся они по запаху, больше всего мне вот понравился гранат, я его и быстрее всего использовала. Но люблю их, люблю. Все есть, у меня есть все линейки. На первом месте у меня гранат, потом авокадо, ананас. Ну, где-то авокадо и ананас делят первое место, и потом уже идет... Потому что авокадо универсальный, если вы не любите такие вот яркие отдушки парфюмированные, он такой нежный, нежным ароматом обладает. Так что вот на авокадо остановитесь. А, кстати, даже пленки никакой нету, и не то чтобы не сушит кожу, но я не заметила, что как-то увлажняет даже. Может быть, даже чуть-чуть подсушивает. Но я не каждый раз гелем для душа пользуюсь, особенно зимой, не каждый день. И это вредно, кстати, гелем для душа каждый день пользоваться. Можно просто ополоснуться водичкой. Вот, но опять же, зависит от того, физическим трудом вы занимаетесь или нет. Ну ладно, я не буду вдаваться уже в эти подробности. Наконец-то у меня закончился очищающий пилинг мусс. Давно ждала. Это какая-то нескончаемая история. Несмотря на то, что его здесь 75 мл, он прям, ну, нескончаемый. Ем пользуешься, 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 пользуешься. Я уже последние, наверное, полгода, думаю, ничем. Его достаточно чуть-чуть. Мне вот почему нравятся такие дозаторы пенные, вот в виде мусса. Потому что нужно чуть-чуть. Выдавил прям там с горошинку. Этого хватает прям вот совсем чуть-чуть. Все, и пользуюсь. Долго он у меня был. Последние, вот, говорю, полгода я им пользовалась с утра. И он мне все не кончался, не кончался. Думаю, когда что закончишься? Многие этот продукт не понимают. Очищающий пилинг мусс. Что это такое? Да, я просто знаю, что, наверное, многие смотрят и думают, нафига мне эта штука нужна. Он полирует лицо. У кого, например, кожа тонкая, чувствительная. Но пилинг нам так или иначе периодически нужен. И вот если вы будете им регулярно пользоваться с утра, допустим, встали вы с утра, у вас на лице находится крем для лица, только там сыворотка. То есть им не смывается макияж. Им это, как бы, знаете, такой, как молочный пилинг, наверное, слышали, какие-то ахокислоты. Это вот гликолевый пилинг. То есть это легкий пилинг. Это мусс с легким эффектом пилинга. Если вы будете пользоваться им регулярно, например, с утра встаете, крем у вас на лице, берете этот мусс, наносите и массируете, 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 массируете. Главное, помассировать 2-3 минуты. То есть выдержите это время. И смываете. Если вы им будете пользоваться регулярно, каждое утро, вам не потребуется пользоваться скрабом. Вот для особо чувствительной кожи подходит, может быть, чуть-чуть даже подсушивает, идеально подойдет для жирной комбинированной кожи. Потом закончилась у меня низ Фаберлик, это мицеллярная вода тоже, стоила 99 рублей, каких-то копеек, здесь огромный объем 300 мл, и пользовалась, но опять же, девчонки, я не крашусь каждый день, я крашусь крайне редко, и я на работу не хожу, дома практически провожу время, и поэтому мне не нужно краситься, не люблю я краситься дома, тем более. И мне хватило его надолго, тоже не скачаемый продукт, и хорошо работает, несмотря на его цену, в глаза попадает, не щипет, ну, естественно, если вы не будете заливать в глаза, отлично смывает косметику, то есть соотношение цены и качества, вот просто идеальнейшее, 99 рублей за 300 мл. Так, потом, я люблю новые продукты, у нас есть и Фаберлик, мицеллярные воды, и там разные, я просто что-то чередую, беру там, сям, и так далее. Закончился мастоп, я его пропиваю периодически, у него, на него отличные отзывы, консультантов, у кого есть проблема с грудью, фиброзно-кистозная мастопатия. Действительно, рабочий препарат на курс нужно не меньше, по-моему, то ли трех, то тридцать их штук нужно принимать по, сколько капсул, ты уже забыла. То, что для профилактики я пью по одной капсуле, по одной капсуле два раза в день, да. Да, значит, тридцать хватает на полмесяца, две банки, как минимум, будет нужно обязательно. Мне, у меня в свое время была фиброзно-кистозная мастопатия, тоже неоднократно об этом рассказывала. После того, как я сходила к врачу, он мне прописал там, естественно, аптечный, в том числе гомеопатический, есть мастодинон такой, тоже всеми известный, но он мне не помог. Прошло какое-то время, решила попить мастопы, фиброзно-кистозная мастопатия, которая у меня была с подросткового возраста, она у меня исчезла, девчонки. То есть, действительно, препарат, аппарат, препарат рабочий, артикул 15642. Закончилась у меня зубная паста, беру только зубные пасты, которые у нас со значком, с крестиком. У нас их много есть, и вот видите, восстанавливающие и укрепление мали, есть у нас и отбеливающие, единственное, которое мне не нравится 200% отбеливания, она мне кажется, как-то хуже работает, чем обычная паста для отбеливания. И из этой же самой линейки, и мне не нравится 200% концентрированная зубная паста. Вот как-то не полюбила я их, их остальные я все беру. Можно по качеству сравнить на уровне таких, как Сплат и Рокс зубных паст, зарекомендованных себе на рынке. Отлично, берите, не жалейте денег, берите лучше зубные пасты с этим крестиком. У нас есть дешевле по 59, по 79 рублей, не экономьте на зубах, потому что лечение зубов стоит значительно дороже, чем зубные пасты, чем стоимость зубных паст. И вот эту зубную пасту я обожаю, как только я приезжала в Индию, в этом году, к сожалению, закрыты границы, мы никуда не поехали, не знали, откроем или не откроем, сейчас они-то открыты, можно въехать, но там заранее готовятся документы, мы едем к определенному празднику и так далее. Зубная паста Дант Канти, если вдруг ее встретите где-то на просторах интернета, может быть на каких-то индийских сайтах, обязательно возьмите, попробуйте, она передает 100% колорит Индии. Вот я ее с удовольствием привожу, и еще долгое время эта зубная паста мне напоминает об Индии. Она содержит в себе огромное количество трав, каких-то экстрактов, прям иногда чувствуется такое, вот первое у меня впечатление было, как будто бы я ем звездочку. Ну, естественно, там ничего у вас не горит, но вот за счет содержания огромного количества там витаминов, каких-то витаминов, трав, там специи каких-то, прям, я не знаю, это такой кайф, девчонки, не каждый сможет ее выдержать, она ничего не щипет, ничего, ну, просто вкус такой специфический, достаточно колорит Индии. Прям где-то, если найдете на сайте, цвет у нее коричневый, вот прям реально коричневый, запах просто, ну, звездочкой. Реально, запах, девчонки, как у звездочки. Но и за зубами ухаживает, и за деснами, это самая лучшая зубная паста, которую я брала в Индии. Вот, все, у меня на этом все закончилось, все ссылки я оставлю, которые будут внизу в инфобоксе к этому видео, я с вами прощаюсь, до новых встреч на моем канале, подписывайтесь на второй канал, подписывайтесь на этот канал, и регистрируйтесь в Фоберлик, если вы еще этого не сделали. Всем пока-пока.